Представьте, что у нас есть 4 несовместных события H1, H2, H3, H4, и с каждым из них совместно может произойти некое событие А. Условно это можно представить так. 4 несовместных события, и с каждым из них может совместно произойти некое событие А. Как вычислить вероятность вот этого вот события А? На предыдущих занятиях мы говорили, что условно вот эти фрагменты площадей можно представить как произведение А1 на H1, это вот эта вот площадь, А2 на H2, это, соответственно, вот эта вот площадь, и так далее. Следовательно, вероятность события А, то есть вот вся эта площадь, есть не что иное, как сумма вероятности произведений вот этих несовместных событий. В то же время вот эти вот 4 несовместных события, и вот это события А, они зависимы между собой. То есть если произошло событие А, это влияет на вероятности возникновения событий H1, H2, H3, H4. То есть вероятность их произведения можем вычислить либо вот по такой формуле, либо вот по такой, это будет одно и то же. И в итоге для вероятности события А мы можем записать вот такую вот формулу. Мы здесь каждое вот из этих слагаемых расписываем вот по такой формуле. Они образуют множество вот таких вот слагаемых. Ну или все это можно записать вот через такую вот сумму. Или обобщая данный пример на N событий H1, у нас получается вот такая вот формула, которая и называется формулой полной вероятности. Она позволяет вычислять вероятность события А через вероятности событий H1 и соответствующую условную вероятность. Вот эта вот формула полной вероятности используется в формуле Байеса, которую еще называют формулой проверки гипотез. И формула Байеса выводится следующим образом. Как мы с вами только что говорили, вероятность произведения этих двух событий А и H1 можно вычислить либо по такой формуле, либо вот по такой формуле. Так вот, во-первых, в формуле Байеса вот эти вот несовместные события H1 называются гипотезами. И во-вторых, из этой формулы мы можем выразить вот эту вероятность. То есть мы можем определить, какова вероятность возникновения гипотезы HI, если произошло событие А. В итоге мы можем получить вот такую вот формулу. Мы вот эту вот P от А перенесли сюда вот в правую часть и получили вот такое выражение. И далее, подставляя вместо вот этого выражения P от А формулу полной вероятности, окончательно получаем вот такую вот формулу, которая и называется формулой Байеса или формулой проверки гипотез. Давайте посмотрим несколько примеров, где используется эта формула Байеса. Пример первый. Предположим, некий прибор может собираться либо из высококачественных деталей, и из деталей обычного качества. Вообще около 40% приборов собирается из высококачественных деталей. Если прибор создан из высококачественных деталей, его надежность за время t составляет 0,95. Если он собирается из деталей обычного качества, его надежность равна 0,7. Прибор испытывался в течение времени t и работал безотказно. Нужно найти вероятность того, что он собран из высококачественных деталей. Для решения этой задачи выдвинем две гипотезы. Гипотеза первая, что прибор был собран из высококачественных деталей. И вторая гипотеза, что прибор был собран из обычных деталей. Вероятность этих гипотез нам дана по условию задания. 40% приборов собирается из высококачественных деталей, то есть p от h1 будет равна 0,4. А остальные приборы собираются из обычных деталей. Значит вероятность их будет 0,6. Далее формулируем событие а, что прибор безотказно работал время t. Это у нас опять же было по условию задачи. Что прибор испытывался в течение времени t и работал безотказно. По условию задания нам также дано, что вероятность безотказной работы прибора из высококачественных деталей составляет 0,95, а из обычных 0,7. Теперь у нас есть все, чтобы вычислить вероятность возникновения гипотезы h1 при условии, что событие а произошло. Подставляем все значения формулы Байса и получаем вот такое числовое значение. Следующее задание. Два стрелка независимо друг от друга стреляют по одной мишени, делая каждый по одному выстрелу. Вероятность попадания в мишень первого стрелка 0,8, для второго 0,4. После стрельбы в мишени обнаружена одна пробоина. Найти вероятность того, что эта пробоина принадлежит первому стрелку. Для решения этой задачи выдвинем 4 таких гипотезы. Гипотеза первая, что ни первый, ни второй стрелок не попадает. Гипотеза вторая, что оба стрелка попадут. Третья, что первый стрелок попадет, а второй нет. И четвертая, что первый стрелок не попадет, а второй попадет. То есть смотрите, когда мы решаем задачи с применением формулы Байса, мы формально должны расписать все возможные исходы. То есть вот все эти 4 гипотезы, они не совместны и образуют полную группу событий. То есть они описывают все возможные варианты исходов. Вот это нужно делать строго обязательно, когда мы используем формулу Байс при решении определенных задач. Далее мы формулируем событие А, что в мишени обнаружена одна пробоина. И определяем вероятность наших гипотез. Вероятность гипотеза H1, что ни первый, ни второй стрелок не попадет, будет равняться 1-0,8. Это вероятность промаха первым стрелком. А это вероятность промаха вторым стрелком. Получаем значение 0,12. Для гипотезы H2, что оба стрелка попадут, соответственно получаем такое значение. А для гипотезы H3 и H4 вот такие значения. Далее мы определяем, какова вероятность возникновения события А, если произошла гипотеза H1. В данном случае событие А в мишени обнаружено пробоина. Может ли в мишени быть обнаружено пробоина, если оба стрелка промазали? Конечно нет. Поэтому вероятность такого события будет равна 0. Далее, может ли в мишени быть обнаружена одна пробоина, если попадут в нее оба стрелка? Тоже не может. Поэтому вероятность этого события 0. Ну а остальные две гипотезы H3 и H4 будут иметь вероятность единицы, потому что если попадет первый, то будет одна пробоина. Если попадет второй, то тоже будет одна пробоина. То есть смотрите, в данном случае гипотезы H1 и H2 становятся невозможными. Они просто не могут произойти в рамках данной задачи. Хотя, тем не менее, формально мы их все-таки должны были расписать. Поэтому мы будем рассчитывать вероятность возникновения вот этих вот двух гипотез H3 и H4. Подставим все эти значения в формулу Байса и вычислим вероятность их возникновения. У нас получается, что для гипотезы H3 того, что первый стрелок попал по мишени, вероятность вставляет 6 седьмых. А вероятность того, что попал второй стрелок, вставляет 1 седьмую. И оттуда мы хорошо видим, что вероятность того, что пробоина принадлежит первому стрелку, составляет 6 седьмых. Вот так вот можно использовать формулу Байс при решении конкретных задач.